Здравствуйте! Вы смотрите новость Новороссии. 27 октября на календаре понедельник. Начало новой недели принесло такие события. В Донецк приехал Иосиф Кобзон. Мирная жизнь в Луганской Народной Республике медленно, но верно набирает ход. МВД Донецкой Народной Республики предупреждает. На Донбассе за прошедшие сутки один человек погиб. Семеро ранены. Обстановка продолжает оставаться напряженной. В районах по линии соприкосновения сторон украинские войска активизировали ведение боевых действий. 26 октября в течение дня зафиксировано не менее семи случаев нарушения режима прекращения огня украинской стороной. Днем в воскресенье силовики несколько раз обстреляли населенные пункты Петропавловская и Стрюково. В результате этого были ранены двое мирных жителей и повреждены три жилых дома. В Сташковском получило сколочное ранение один человек. В Белой Каменке были ранены один бойец ополчения и трое мирных граждан. Один человек погиб. Одесские партизаны сожгли две базы правового сектора и нефтезавод олигарха Игоря Коломойского. В Одессе совершен подрыв на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем губернатору Днепропетровской области. По словам очевидцев, взрывом уничтожена труба, по которой нефть поступала в производственные помещения предприятия. Кроме того, взрывной волной были выбиты стекла в зданиях нефтеперерабатывающего завода. Ранее те же подпольщики уничтожили отделение приватбанка, принадлежащего олигарху. Также на территории баз отдыха «Геолог и топаз» в курортном поселке Затока под Одессой произошел пожар. Огнем уничтожено пять домов. В результате пожара никто не пострадал. По сообщению экспертов, был произведен поджог. Как известно, на базах находились боевики правового сектора, участвующие в карательной операции в Донбассе и запугивающие население Одессы. Министр образования Луганской Народной Республики Леся Лаптева дала развернутое интервью, в котором рассказала о ситуации, сложившейся в сфере образования Республики. Расскажите вообще, в принципе, вот какая сейчас, по вашей оценке, ситуация с образованием Республики? Я бы сказала, стабильная ситуация с образованием Республики, поскольку у нас 155 тысяч учащихся задействованы в учебном процессе, начиная от дошкольных учреждений и заканчивая вузом. Это меньше, чем было до войны, 155 тысяч или как? Я бы сказала так, на освобожденных территориях, в принципе, количество практически не изменилось, потому что из запланированных 194, это имеется в виду полностью бывшая область Луганская, 155 это нормальные показатели, за исключением учебных заведений. Это школы и детсады? Детсады и вузы. И вузы, и школы. Да, да. 19 тысяч у нас на сегодняшний день, это воспитанников детских садов, но планируем с подключением электроэнергии и тепла в дошкольных учебных учреждениях, это 25 тысяч, это те, которые конкретно заявлены и придут только, как говорится, полностью, когда будут созданы комфортные условия. 19 мы имеем на сегодняшний день. 64 тысячи у нас учащихся, это общеобразовательные системы. Это что, это школа? Школа. Профтехи у нас 11 800 и увеличивается количество, то есть приезжают. Это профтехи, это типа поторвы? Профтехнические, да, профессионально-технические училища, ПТУ, так. По вузам у нас такая же цифра, это 64 тысячи, мы берем 6 вузов своих, которые у нас действуют на территории Луганской Народной Республики. Что за вузы, можете сказать? Да, это Аграрный вуз, Владимира Даля университет, Тараса Шевченко университет, Медицинский университет, Дон ГТУ и МАУ, а также Академия культуры и искусств. Вот с этих всех вузов мы имеем. Там, где большие окна и нет повреждений, это корпуса наших учебных заведений, позволяют температурный режим, допустим, проводить и быть раздетыми, то есть нормально осуществляется учебное занятие. Скажите, а по каким учебникам идет образование? Мы начали учебный программный материал со старой программой Украины и с учебниками, соответственно, старыми, но сегодня мы, допустим, уже готовы запустить пилотный проект по 7 школам. Возможно, вот сегодня довезут до нас учебники, это будет и 9 школ, потому что по количеству русские, да, полностью программный материал Российской Федерации, метод рекомендации разработаны, в том числе с учетом того, что у нас было изучение украинского языка и существует довольно большое количество гуманитарных гимназий, которые в течение, допустим, 5 лет последних осуществляли весь учебный процесс только на украинском языке, и тем не менее это тоже не помеха, потому что у нас двуязычие, как и записано в Конституции, государственным языком является и украинский, и русский. Дело производства ведется на русском языке, тем не менее. Значит, программный материал после второго семестра, мы ожидаем, будет заменен полностью. На сегодняшний момент мы вот можем укомплектовать, по моим данным, с тем, что мы получаем гуманитарные грузы, это 9 школ. Количество учащихся... Различескими учебниками. Да, учебниками. И, соответственно, это будет пилотный проект. То, что мы переходим на пятибалльную систему оценивания, тоже даны полностью рекомендации. И с 1 ноября таковое у нас состоится. Недавно в Луганске состоялось открытие «Спартакиад» 2014-2015 среди учащейся и студенческой молодежи, работников предприятий, организаций и учреждений. Первое соревнование проводилось по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам. Победители и призеры были награждены грамотами и призами. Призы предоставило Управление по вопросам физической культуры и спорта Луганского городского совета, а также Департамент образования и молодежи Луганского городского совета и физкультурно-спортивная организация «Лугань». Дальнейшие соревнования пройдут по 12 видам спорта. Завершится «Спартакиада» в апреле-майе 2015 года. В Луганском Академическом русском драматическом театре имени Павла Успекаева открывается 76-й театральный сезон. Сезон стартовал программой «Листая старые афиши», в которую вошли около 10 отрывков спектаклей из репертуара разных лет. Среди них полюбившаяся луганскому зрителю очень простая история «Поздняя любовь», «Дуэнья», «Ханума», «Плутни Скопена». Режиссер и постановщик театральной программы Алексей Кравчук, главный режиссер Луганского театра «Кукол». Должность главного режиссера русского театра пока вакантна. Сегодня в театр вернулось больше половины довоенного актерского состава. В связи с этим творческому коллективу придется обновить репертуар. Изменения коснутся и режима работы театра. Вечерних спектаклей не будет. Это связано с отсутствием в Луганске уличного освещения и движения в вечернее время городского транспорта. Цена на билет – 12 гривен. Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики не устает предупреждать нас об опасностях, которые могут встретиться нам на каждом шагу. Уважаемые граждане! Если вы обнаружили незнакомый подозрительный предмет, будьте очень внимательны и проявляйте крайнюю осторожность. Позвоните на многоканальный номер 102 или 101, указав точное месторасположение находки. Не допуская контакта с найденным предметом, предупредите других людей о соблюдении безопасности и обозначьте место опасного предмета, чтобы специалисты могли быстро обнаружить и обезвредить его. Постоянно напоминайте своим детям об опасности обращения с боеприпасами, которые могут быть смертельными. Министерство транспорта ДНР обращает внимание пассажиров на изменения, связанные с переходом на московское время. Несмотря на то, что Луганская и Донецкая Народные Республики перешли на московское время, местные железнодорожные вокзалы продолжают работать по киевскому времени. Оно указано и в билетах. Министерство транспорта ДНР спешит заверить пассажиров, что это временная трудность, система находится на стадии разработки и переход произойдет в ближайшее время.